Сначала их пытались остановить с воздуха, потом подслой полицейский катер, но люди в лодках делали то, что планировали, а не то, о чем просила полиция. Несколько человек развернули баннер на берегу, такой же транспарант подняли на яхте вместо паруса. Флаги с той же надписью развивались на еще одной моторной лоске. Наконец, один из активистов высадился уже с другой лодки на особо охраняемый левый берег, где его, естественно, тут же задержала полиция. Мы хотим доставить сегодня петицию на саммит Большой Двадцатки и призвать министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля ясно высказаться в защиту климата. Это должен быть высший приоритет. Наша планета на первом месте. Конечно, в Гринписе знают, что в Германии есть отдельный министр экологии, и что петицию в любое министерство вообще-то можно без проблем отправить по почте, а не привлекать для этого целую флотилию. Но такая дорогая акция с задержаниями и полицейскими вертолетами привлекает журналистов. А значит, расходы Гринписа на саморекламу окупились. Ведь в новостях расскажут не только про 20 министров, но и про нескольких экологических активистов. Это подготовленные люди. Они умеют управлять лодками. Их задача – доставить петицию. Все знают, что они делают. Тем временем на том самом берегу Рейна, который охраняли тысячи полицейских, в конференц-центре собирались министры. Зигмар Габриэль, как хозяин мероприятия, встречал гостей на краснокобровой дорожке. Как всегда на таких мероприятиях, политики сначала позировали для журналистов, потом продолжили разговор уже без телекамер. Согласно официальной информации, они должны были обсуждать общечеловеческие проблемы, такие как развитие Африки и других стран третьего мира до 2030 года. Впрочем, куда более убедительно выглядит версия о том, что за закрытыми дверями политики встречались, чтобы в неформальной обстановке познакомиться с новым госсекретарем США Рексом Тилерсеном. Эту догадку косвенно подтвердил Зигмар Габриэль. На пресс-конференции после встречи он говорил о чем угодно, но не о развитии Африки. «Мы обсуждали резкое увеличение числа пострадавших в результате обострения конфликта на Украине. Эта же тема поднималась в двусторонних разговорах в кулуарах, а также помощь организации экономического сотрудничества, имеющейся прогресс, отвод тяжелых вооружений и многое другое». Положенное по протоколу совместное фотографирование. Символично, что сторонник Брекзита Борис Джонсон и тут оказался немного в стороне, на правом фланге, на небольшом удалении от коллег. Интересно, что министров из США и России поставили рядом. Они улыбались на камеру, но не друг к другу. Еще одна публичная съемка – начало традиционного совместного ужина. Его сервировали на «Вилли Хаммершмидт». Это официальная резиденция немецкого президента. О чем говорили за столом, из официального видео не понять. Ясно только, что Зигмар Габриэль пошутил про Ангелу Меркель. За пределами зоны безопасности дежурно митинговали несколько десятков человек, которых обычно называют общим термином «антиглобалисты». Страны Большой Двадцатки производят 90% мирового ВВП. И они слишком мало делают для борьбы с бедностью или помощи африканским странам. И миграционные проблемы – это следствие действий стран Большой Двадцатки. Мы хотели бы добиться другого, более справедливого мира. На этом фоне самым запоминающимся моментом саммита стала пробежка британского министра Бориса Джонсона. В Бонне он не стал изменять привычкам и отправился на традиционную вечернюю тренировку в шортах и в сопровождении пяти охранников.